Всем привет! Вы на канале Сергей Гончаренко и в сегодняшнем видеоролике мы открываем вот такую огромную, большущую, тяжелую посылку из сайта iHerb. Я расскажу, что я здесь заказал, для чего я это заказал и как это может быть полезно или интересно. Если вы вдруг первый раз смотрите мой канал, то знайте, что вот такой вот план посылки из сайта iHerb я заказываю очень часто, выпускаю очень много разных видеороликов, в которых рассказываю, зачем я это заказываю, как это применять в целом, что здесь может быть хорошего, что может быть плохого и чем оно может быть вам интересно. Ну и плюс ко всему, да, и выпускаю разные там, кстати, подборки, как выбирать, как покупать и разные схемы приема, чтобы это было максимально эффективно и максимально эффективно это все работало. Второе, если вы вдруг первый раз слышите сайт iHerb, первый раз смотрите мой видеоролик, сейчас не понимаете, о чем идет речь, то смотрите, вот этот вот сайт iHerb, это сайт, на котором можно заказать множество разных витаминов, минералов, БАДов, биодобавок, питания, спортивного питания, даже некоторый спортинвентарь там продается. Плюс ко всему, там есть множество вещей по средствам личной гигиены, косметики, то есть там очень много всего интересного. Все ссылки, то, что я вот сейчас здесь заказал, на сайт, на сам iHerb, вы найдете в описании под этим видеороликом. Можете перейти, почитать, там все довольно-таки доступно, написано, расписано и рассказано. Плюс ко всему, если вы все-таки надумаете покупать, то в описании под этим видеороликом будет промокод на скидку от 5 до 15%, поэтому очень это будет уже хороший вариант сэкономить. А если вам эта тема интересна и будете покупать достаточно часто, то рекомендую подписаться на мой канал, на вот этот вот, что вы сейчас смотрите, следить за этим каналом, так как я часто выбрасываю разные видеоролики, также публикую записи с распродажами, промокодами, скидками, и плюс ко всему у нас еще есть телеграм-канал, там информация выходит значительно быстрее, то есть если есть какая-то распродажа, то публикуется информация, публикуются промокоды, какие промокоды можно комбинировать и максимально экономить. И вот к слову экономить можно очень-очень хорошо, вы можете сэкономить в одном случае 5%, в другом случае 55%, и вот 55% очень-очень симпатично так звучит для экономии. К слову скажу о себе, я в 90% случаев заказываю всегда по каким-либо распродажам и промокодам, чтобы можно было сэкономить. При этом моя экономия составляет от 20% и выше, то есть я стараюсь покупать тогда, когда скидка промокодами достигается, например, или распродажа от 20% и выше. Тогда есть вот хороший вариант сэкономить и купить дешевле намного, причем даже дешевле, чем у нас в стране, множество разных товаров. И если тематика интересна, подписывайтесь, следите за новостями, промокодами, акциями, возможно для вас это будет интересно, актуально и нужно. К слову, и вот эту вот посылку я точно так же покупал заказы, делал по распродаже, я точно не помню, я публиковал записи и на канале, и на YouTube-канале, и в канале Telegram о вот этим вот заказам. Здесь спортивное питание, я публиковал, там скидка была то ли 25%, то ли 30%, можно было достичь, кажется 25% стандартное, плюс промокод 5%, и используете, получаете 30%, было очень-очень выгодно. Интересно, можете листать немного дальше. Ну а сейчас все-таки открываем. Кстати, это не единственная посылка, я заказывал в тот день то ли 3, то ли 4 заказа оформлял в эти несколько дней, потому что заказывал и для себя, и для знакомых, и в целом. Что же находится в этой огромной посылке? Ну, во-первых, скажу, что упаковка, как всегда, у них собственные коробки, второе, доупаковывают они вот такой вот бумагой, чтобы все доехало целым, не разбилось, не разливалось, и, к слову, стекло доезжает нормально. Так, и здесь у нас вот такие вот баночки, две огромных банки, все, вот эта вот пустая дальше посылка, здесь ничего нет, и здесь реально только две огромных банки. Это протеин. Протеин, смотрите, первый вес 2,27 килограмм, вот это вот. Здесь вес 1 килограмм, то есть 907 грамм. То есть, по сути, здесь получается больше, чем 3 килограмма протеина. Итак, я записывал отдельный видеоролик по поводу белка и протеина. Ну, протеин в целом – это белок, чтобы вы понимали. Белок нужен для множества разных функций в нашем организме. Сейчас я вкратце расскажу. Если хотите более подробно по поводу протеина, белка и питания, у меня есть отдельный видеоролик, там длина этого видеоролика порядка 40 или 50 минут, где я подробно рассказал все самые основные функции белка, что для чего и как, как употреблять протеин, для чего может быть нужен протеин. И если это вы хотите все подробно вкратце, я сейчас постараюсь все рассказать. И в целом, ну, дневной рацион, чтобы набрать нужную норму для определенного человека. Потому что у кого-то норма одна, у кого-то норма совсем другая. Итак, протеин, то бишь белок. Смотрите, ну, прежде чем, я думаю, спортсмены прекрасно знают, но если у вас есть такое заблуждение, что протеин, например, в таких формах, в таких банках и пакетах, нужны для, только для спортсменов и только для тех, кто занимается в спортзале, для качков, для тяжелоатлетов. Нет, это неверно. Протеин можно принимать любому из вас, например, те, кто не добирает по белку. Так что протеин может быть полезен и интересен абсолютно для всех. От мужчин до женщин, от детей, даже, так скажу, до взрослых. Так вот, если выбирать протеин, протеина есть там несколько видов. Во-первых, есть молочный протеин, точнее, сывороточный протеин. Что такое сыворотка? Знаете, это побочный продукт, точнее, остаток от, например, готовят сыр, творог, да. Вот все, что остается, это остается сыворотка. А вот из сыворотки как раз уже добывают или делают протеин, сухой порошок. Так вот, как раз получается это, по сути, сывороточный, то бишь молочный протеин. Первое, есть еще яичный, есть соевый, гороховый. Но самое эффективное, это сывороточный. Он является и самым популярным, и является также нормальным, хорошим яичным. Но не такой популярный, он не настолько распространен. Поэтому здесь смотрите сами, что больше нравится, можно попробовать. Я все, какие протеины, у меня практически все протеины, которые у меня были, были, это сывороточные протеины. У них и цена хорошая, и качество, и эффект однозначно будет, самый лучший баланс однозначно. Дальше, если вы будете брать, например, соевый протеин, не рекомендую для мужчин, категорически не рекомендую соевый протеин. И в целом соевых продуктов. Там содержится много эстрогенов, то бишь женских гормонов, которые мужчинам лучше всего не употреблять. Так как может быть множество других продуктов, в которых есть те же эстрогены, вы еще дополнительно употребляете. А это, конечно же, минус. Далее, гороховый протеин, какой еще растительный, который бывает, также я не рекомендую. Потому что эффект от таких протеинов не, ну можно сказать, не очень. Разве что у вас питание вегетарианское, веганское, возможно, только в этом случае и то я бы не рекомендовал. Далее, по поводу протеина, есть еще изолят протеина, изолят сывороточного протеина, и есть смесь. Так вот, изолят, чем хорош изолят? Изолят будет максимально насыщен белком, максимально чистый белок, без углеводов и без жиров. Если же это будет обычный протеин, не изолят, то здесь будут находиться еще углеводы, немного углеводов и немного жиров. Что я покупаю? Я покупаю, честно вам скажу, что есть максимально по скидке и максимально адекватное от какого-либо бренда. Так вот, на данный момент это не изолят, но у меня были и изоляты. Изолят, ну чаще всего в изоляте получается на вес, например, ну на вес на 1 килограмм, получается порции больше, нежели это будет не изолят. Например, на здесь порции 28, например, да, нет, да, 28 порций на 900 грамм. То если бы это был изолят, то здесь было бы там, например, 33 порции. Вот, к примеру, так. Вот это вот все самое основное отличие. Плюс ко всему, изолят всегда имеет, ну, практически нейтральный вкус, а если это не изолят, он может быть уже с добавкой других вкусов. Вкусов может быть множество разных, интересных, приятных, неприятных, это уже как кому что нравится. Это печенье и крем, вкус, со вкусом печенья и крема. А здесь французская ваниль и крем, или французский ванильный крем. Короче, то и то с вкусом, с приятным вкусом. И здесь есть также свои плюсы. Плюсы в чем? В том, что его приятнее пить. И плюс в том, что его можно использовать для готовки. К примеру, как я делаю? Ну, я чаще всего могу с водой расколачивать, могу с молоком расколачивать, либо же можете с соком расколачивать и пить. Это хорошо в основном даже перед тренировкой, потому что вы получаете белок, вы получаете углеводы, если это сок, если это фрукты или если это молоко. Дальше, при приготовлении, как я еще использую, некоторые там пекут оладушки, блины, я делаю печенье. Каким образом я делаю печенье? Я беру овсяную кашу, крупу овсяную, плющеную, да, ну, типа как геркулес есть, да. Беру, к примеру, ну, хотя бы, чтобы вы могли ориентироваться. Беру 500 грамм упаковка, да, каши геркулес, наливаю немного молока туда, не знаю, может быть, грамм 200 примерно, перемешиваю хорошо. Хорошо, добавляю туда же протеина, протеина добавляю, ну, 5-6 порций примерно. Далее добавляю туда банана, 3-4 банана примерно. Перебиваю блендером, можете не перебивать, просто хорошо перемешать. Перебиваю вот это вот все блендером, к примеру, до однородного состава. Дальше по вкусу вы можете добавлять изюма, и так как, например, вот этот вот протеин имеет сладковатый вкус, больше я никаких подсластителей, ароматизаторов, сахаров, ничего не добавляю. Вы просто-напросто добавляете вот протеин и можете добавить еще изюм, я добавляю иногда изюм. Все это перемешиваем, выкладываем на противень, устанавливаем в духовку, 150 градусов, 30-40 минут, и все уже готово. Таким вот образом я делаю такую порцию печенья себе, ну, примерно на 5-7 дней. И я могу уйти на работу, взять с собой 1-2 печенья, у меня будут и углеводы, и жиры. Кстати, можете добавить туда еще масло, чтобы более сбалансировано было и более сытно, но и так будет достаточно сытно. У вас будет и углеводы, и белок, и жиры, так как сами хлопья, геркулес, это также и углеводы, это медленные углеводы, хорошие углеводы, полезные, можно сказать, углеводы. Плюс ко всему у вас будет и белок, белок будет протеин и с этого, и с молока, и плюс ко всему и с овсяной крупы. То есть, ну, это очень-очень хороший баланс. Например, вы знаете, что вам на тренировку идти, вы поели, пошли на тренировку. Например, я часто перекусываю таким печеньем, перекусываю с чаем, с кофе или с молоком. Достаточно сытно, питательно и, можно сказать, даже полезно. Вот это вот все самое основное, основные назначения, точнее, как я использую этот протеин. Либо же, знаю точно, расколотил, выпил, быстро нужно, чтобы все пошло. То есть, если спешить некуда, у вас есть какой-либо час перед тренировкой, просто можно сделать это с печеньем. Далее, по поводу протеинов и белка. Вот здесь хотелось бы сказать, что у белка есть множество разных функций, но я скажу самые основные. Первое, это самое главное, наверное, структурное. Структурное в том плане, что белок нужен для строительства всего нашего организма. Для кожи, для волос, для костей, для зубов. Вот, да, не удивляйтесь, может быть, кому-то я открыл Америку по новой, да. Но, во всяком случае, даже зубы и кости сначала строятся из белка, только потом уже из кальция. Наши все внутренние органы также строятся из белка. Поэтому, в любом случае, для нормального построения организма всех наших органов и функционирования, нужно определенное количество белка, чтобы вы употребляли. Об этом я скажу немножко позже. Дальше, вторая функция, транспортная. Транспортная функция предназначена для того, чтобы с помощью белка белок транспортировал все нужные витамины, микроэлементы, макроэлементы нашему организму в нужную точку нашего организма. Вы прекрасно, наверное, знаете, например, что есть формы, формы витаминов, хилатная форма. А что такое хилатная форма? Хилатная форма, например, тот же самый магний, самый распространенный. И хилатные формы магния одни из самых эффективных или даже самые эффективные. К примеру, что получается за хилатная форма магния? Это когда молекула магния объединяется или вот так вот обхватывается белком, точнее протеином. И вот тогда усвоение идет намного быстрее, продвижение идет намного быстрее и эффективнее. Соответственно, вот для этого нужна еще транспортная функция. Также иммунная, потому что если у вас будет недостаточно белка, не сможет ваш организм бороться с инфекцией, с паразитами и не сможет противостоять вирусам, ваш организм нормально, адекватно будет быстро сдаваться. Это можно более подробно изучить, но можно просто упомянуть те же самые иммуноглобулины. Это также белок, который помогает бороться с инфекционными заболеваниями. Ну, не только инфекционными, еще и вирусными. И четвертая функция ферментативная. То есть белки нужны нам для того, чтобы расщеплять их и до меньших составляющих, например, до тех же самых аминокислот. Соответственно, это цепочка, да, белок, протеин, потом аминокислота. Аминокислота усваивается легче. И, кстати, в добавках вы можете купить уже не протеин, а аминокислоты. Ну, аминокислоты, во-первых, будут дороже, во-вторых, ну, нужно будет найти все нужные аминокислоты, чтобы были одновременно. А найти достаточно тяжело. Можно просто взять сывороточный протеин. Можно взять, ты лучше всего, сывороточный протеин, потому что здесь есть все необходимые заменимые и незаменимые аминокислоты. Напомню, что заменимые у нас могут синтезироваться в организме из других, например, тех же аминокислот. А незаменимые мы должны только всегда получать с пищей. Поэтому вот в сывороточном протеине есть и заменимые, и незаменимые. Так вот, для расщепления нужны также вот самые три основных фермента для белков, жиров, углеводов. Например, амилаза для того, чтобы расщеплять углеводы, протеаза для того, чтобы расщеплять протеин, белок, то бишь, и липаза для того, чтобы расщеплять жир. Вот это вот все основные, самые основные функции белка. Далее, теперь хотелось бы, наверное, поговорить о сценариях использования этого же протеина. Сейчас в современном обществе, когда все работают, когда всем катастрофически не хватает времени. Не хватает времени не то, чтобы, ну не знаю, может быть, на отдых, на развлечение, а даже на то, чтобы иногда нормально поесть, принять пищу. А это одна из основных составляющих нормального здоровья и жизнедеятельности. Так вот, сценарии просты. Например, утром большинство, процентов 80, наверное, я думаю, ну может немного меньше, с самого утра не могут нормально есть. В лучшем случае они могут, может, может, попьют чай или кофе, возможно, с хлебом, с маслом, возможно, не знаю, с какой-либо печенькой или пироженкой. Это в лучшем случае, да. Дальше приходят на работу. Что на работе делают? Опять-таки, мало кто будет нормально, полноценно есть на работе. Это опять чай или кофе. То же самое может быть там в течение дня, то же самое может быть в обед. В обед полноценной еды нет. В лучшем случае это опять-таки какие-нибудь сладости с чаем и кофе. Это только избыток углеводов, что также не очень хорошо. Для того, чтобы потреблять избыточные углеводы, вы их должны где-то сжигать. Потому что дальше все будет, вы сидя на месте, употребили углеводы, продолжаете сидеть. Эти углеводы пойдут вам в запасы жиров, в живот, в бедра и еще в другие места. Далее приходит, например, окончание рабочего дня. Опять-таки, чаще всего что? Это опять-таки чай. Мало кто будет заморачиваться с походом куда-то полноценно поесть. Либо же заморачиваться что-то готовить дома. И с этими лотками целый день куда-то ходить, передвигаться и снова есть. Так вот, это также минус. И едят чаще всего полноценно, когда? Когда приходят домой. Когда в больших городах приходят домой. В 7 часов это очень хорошо, но редко бывает. Чаще всего 8, 9 и то даже 10. В 10 приходят, начинают готовить, начинают есть. К ночи наедаются за весь день и ложатся спать. Естественно, это очень огромный минус. И вы чаще всего получаете, потребляете целый день углеводы и кофе, чай, кофеин. А потом остаетесь целый день голодные и на ночь наедаетесь. И ночью-ночью организм должен отдыхать, но не переваливать. Сейчас я в принципе пример, нормы потребления еще белка. Вот что я хотел сказать. Смотрите, по потреблению белка. Есть несколько мнений. Потребление белка для обычного неактивного человека, офисного сотрудника, который минимум передвигается от 0,8 до 1 грамма. Я бы рекомендовал брать за норму 1 грамм и 1 грамм белка на килограмм вашего веса. Вот если у вас вес 80 килограмм, 80 грамма белка, 100 килограмм, 100 грамма белка в день вы должны потреблять. Далее, если вы, например, уже активный человек, который, ну как активный, который хотя бы на работу и с работы пешком добирается, не на транспорте, не на автомобиле, когда иногда выходит на какие-либо прогулки, здесь уже потребление 1,2 грамма на 1 килограмм. То есть, если у вас вес 100 килограмм, то 120 грамм белка вы должны потреблять. Ну и если вы занимаетесь спортом, но не профессионально, 1,5 грамм желательно потреблять. И если вы профессиональный спортсмен, они прекрасно знают, что там может доходить 1,8, 2,2 грамма на 1 килограмм веса. Опять-таки, мнений очень много разных распространенных. Одни указывают от 0,8 грамм для сидячей, неактивной жизни, другие 1 грамм. Так вот, если, 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 смотрите, если я покажу примерный рацион, если вы активный человек, который хотя бы пару раз в неделю занимаетесь какими-либо тренировками. То есть, либо бег, либо ходьба, либо тяжелые физические нагрузки. И, смотрите, здесь, соответственно, нужно 1,2, а лучше 1,5 грамм белка на 1 килограмм вашего веса. Если, допустим, у вас примерно 75-80 килограмм вашего веса, что нужно есть? Это три полноценных приема пищи, полноценных сытных приема пищи. Завтрак 100 грамм мяса, 100 грамм гречки, 150 грамм салата, 30 грамм сыра, итого 41 грамм белка за завтрак. И, кстати, употреблять лучше всего на протяжении дня белок, потому что, например, если вы 100 грамм белка за один раз употребите, что, конечно, не сильно логично, и мало кто сможет так сделать, усвоится все равно там грамм 30 больше всего, что, ну, может быть, 40. Поэтому не лучший вариант однозначно. Далее, смотрите, обед 100 грамм риса, 4 яйца, овощи, итого 36 грамм белка. И ужин 100 грамм куриной грудки, салат или овощи, 30 грамм сыра, итого 34 грамма белка. Сюда же можно добавить какой-либо перекус, ну, такого вот печенья, как я, например, показал, рассказал, который я готовлю, какое-нибудь фрукты или немного орехов. И вот в таком вот плане, 3 полноценных приема минимум и какой-либо перекус, вы будете, во-первых, набирать нужное количество калорий, во-вторых, вы будете набирать нужное количество белков, и вот этот вот прием, это сбалансированный прием пищи на целый день. У вас будет и белки, и жиры, и углеводы. Здесь же будет нормально и клетчатка, так как у вас будут овощи и салаты. Здесь же будет и белок из мяса, из протеина, и растительный, и животные. Очень хорошие комбинации. Так что, если интересует, можете сами заполнить, просчитать. Сейчас калькулятора калорий и дневных рационов очень-очень много. Ну, вот это вот хороший пример. Итого вы получаете вот с таким вот рационом, вот 3 приема пищи без перекуса, 111 грамм, да, 111 грамм белка на 1 килограмм веса. То есть, если у вас 80 килограмм, и вы достаточно активны, вот такой вот рацион у вас примерно должен быть. Какой-то день можно больше, какой-то день можно меньше. И вот это вот, наверное, все самое основное, что я хотел рассказать вкратце, рассказать, настолько это возможно, по поводу белка и протеина. Так что, да, и вот если то, что я еще забыл сказать, например, целый день вы не едите, только ночью едите, да, что сюда хотел бы добавить, взять, например, ну, или шейкер, или бутылку с протеином, залить туда молока, сока, без разницы чего, и взять с собой. И дневной, просто-напросто, дневной перекус или обед, пускай не полноценно, не на все 100%, но он может заменить. И вам готовить ничего, абсолютно ничего не нужно. Вам просто поколотить или взбить вручную это все в бутылке или в шейкере нужно. А это, ну, не требует ничего. Ложка, мерная ложка протеина. Лучше всего, если вы зальете туда молоко и какой-нибудь фрукт. Во-первых, это будет вкусно, во-вторых, это будет полезно, достаточно питательно и, ну, приятно для вас. И второй вариант, второй вариант, чтобы вот это вот все не колотить, как я, делать раз в 5-7 дней, делать печенье, и потом просто-напросто попить чай с этим печеньем, попить молоко с этим печеньем. Так вы восполняете хотя бы частично то, что вы не восполняли по белку, по жирам и углеводам норм. Ну, естественно, нормальное, относительно нормальное у вас будет питание. Вот, вот как-то так. Так, напоминаю, что все ссылки на вот это вот все я оставлю в описании под этим видеороликом. Вы там сами можете пройти, посмотреть, почитать. Кстати, в протеине, в этом протеине, вот если посмотреть, здесь помимо протеина, вот в одной порции протеина, смотрите, так, здесь точно так же или нет, да, в одной порции, кстати, порции могут меняться, в одной порции протеина здесь 24 грамма, в одной ложке, в мерной ложке 24 грамма. И это неплохое значение, можно даже немножко больше. За один прием пищи идеально это 25-30 грамм протеина. Вот, как раз, можно сказать, вписывается в полной мере. Ну, и плюс ко всему, здесь есть и кальций на одну порцию 120 миллиграмм. Это 9% от дневной нормы, нормально. Железа практически нет, всего-навсего 2%. И калий. Калий, кстати, очень нужен, но здесь только 160 миллиграмм, 3% от нормы, но калий можно набирать уже нормальным питанием далее. Так что, помимо того, что это белок, есть еще некоторые полезные минералы и витамины. Все, все ссылки в описании под этим видеороликом. Промокоды в описании под этим видеороликом. 5-15% можете легко экономить на любом заказе. Плюс ко всему, не забывайте подписываться на канал, следите за новостями. Можете купить по очень хорошей, симпатичной цене. Вот это вот все и множество другого. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видеороликом с друзьями, знакомыми, близкими. Ведь многим такая информация, такие видео могут быть интересны и полезны. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok